Итак, Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона конкурса «Голос дети», в котором, как известно, победила дочь певицы Алсу и банкира Абрамова. Специалисты по кибербезопасности из группы IB, задействованы в расследовании, вывели массированную отправку смс и автоматизированных звонков в пользу Микелы Абрамовой в финале шоу. Ведущий «Голоса» актер Дмитрий Нагеев заявил РБК, что в следующую пятницу, 24 мая, в эфире «Первого» пройдет новый финал «Голоса дети», в котором будут расставлены точки над «ы». В СМС-накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров. С них было отправлено более 8 тысяч сообщений. На стороне лиц, участвующих в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС. По данным экспертов, все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны, указали в компании. Также в ходе расследования аналитики ранжировали все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычную высокую активность сразу после начала. Исследование показало, что для совершения IVR-звонков были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд. Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тысяч. В группу IB заявили, что завершат расследование до конца мая. Вот как ситуацию прокомментировал ведущий специалист по компьютерной криминалистике группы IB Артем Артемов. По тому, какой должен был быть результат без накрутки, я сейчас говорить не буду. Вот все цифры мы опубликуем в конце месяца, что мы собрали всю информацию, которая поступала во входящих смс в компанию. И только на этом этапе нашли некоторые аномалии. Таким образом, мы установили точно факт того, что была накрутка. Следующим шагом, я считаю, нужно узнать, кто является заказчиком. Та информация, которая получена сейчас, это промежуточные пока что результаты. Она очень явная. Это сразу видно из процесса анализа всей большой информации, всех голосов. Очень резко выделяются именно вот эти смс-ки и номера, голосование с которых шло подряд. И это очень не характерно. При этом мы сравнивали результаты голосования шоу «Голос» этого сезона и все предыдущие сезоны, как происходило раньше, и где можно увидеть различия. Таким образом, это сразу бросилось в глаза. Я могу лишь предположить о себе стоимости. Для этого необходимо закупить несколько сотен сим-карт. В данном случае, как было в сообщении, около 300. Отправить несколько тысяч сообщений, написать бот примитивный, который будут это делать. Отправлять, я думаю, себестоимость всего этого мероприятия около 500 тысяч рублей максимум. А если мы говорим о звонках, то все было совершено, как я понял, порядка 30 тысяч звонков. Я думаю, здесь еще сумма примерно такая же, может быть, чуть побольше. То есть себестоимость всего этого мероприятия стоила где-то 1-1,5 миллиона рублей. Если мы говорим о конечной цене для заказчика, здесь заказчиков его мероприятия могут оплатить от 5 до 10 миллионов рублей. Я думаю, вполне реально. Тим-карту можно купить достаточно свободно, которая зарегистрирована либо на бомбажей, либо на подставных лиц. Поэтому выявить, кто реально это сделал, достаточно сложно, поскольку все компоненты этого мероприятия достаточно легко осуществлены любым грамотным IT-специалистом. То есть закупить левые симки и написать бот. На самом деле таких контор достаточно много. Если вы забьете в Яндексе смс-голосование, накрутки, то их выскочат, я думаю, несколько десятков. Роман Ромачев, продюсер Иосиф Пригожин, ранее защищавший Микелу Абрамову и семью от нападок, утверждая, что нормальное активное голосование обеспечили поклонники АЛСУ, его самого и других из шоу-бизнеса, заявил, что разочарован. При этом он пожалел девочку. Душа разрывается за Микелу, как за ребенка. Мне жалко вообще детей, когда дети становятся заложниками каких-то таких амбиций взрослых людей. Вопрос заключается в том, что мы с вами понимаем прекрасно, что для ребенка это чудо, победа. Естественно, ни ребенок, ни мама к этому не имеют никакого отношения. Вопрос заключается в том, что я понимаю первый канал, который борется за свою репутацию. Я понимаю голос, который борется за свою репутацию. Но для меня очевидно, что психологически я просто пытаюсь представить ребенка, если как у него отнимут сейчас победу. Что ей скажет? Что там папа постарался? Или ошибся компьютер? Что ему объяснять? А что ребенок будет в школе объяснять с детьми? Ну это жестоко. Но вообще как относитесь именно к факту накруток? Насколько баловался ли папа Микелу, я не знаю. В разговоре с ним он мне обещал и клялся, что этого не было. Если это так, то для меня это большое разочарование. Потому что я не люблю вранье. Хочется справедливости. Если действительно существует факт нарушения, и это будет доказано, и папа в этом принимал участие, значит он должен публично принести извинения перед семьей, в том числе перед своей дочерью. Другого варианта я не вижу. Но и наверное перед Максимом все-таки он тоже пострадал получается в этой ситуации? Он не пострадал. Второе место или вообще участие в голосе и вообще попадание туда, это не проигрыш. О себе заявить. Но тут еще финансовый аспект. Получается, мальчик не получил миллион, а так, наверное, он бы ему пригодился. Папа настолько состоятельный, что он может дать одному мальчику миллион, и миллион всем, кто там принимал участие. Разве в миллионе дело? Иосиф Пригожий, напомню, ситуация с финальным голосованием на шоу вызвала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу, 10-летняя Микела Абрамова из команды Лободы победила в проекте «Голос дети», набрав 56,5% голосов. Продолжение следует...